Всем доброго дня! Здравствуйте! Точнее, доброе утро! Я приветствую вас на своем канале. Слышите? Птички поют. Весна. Я приглашаю вас на утреннюю прогулку. Обожаю Москву рано утром. Просто очень люблю. И сегодня так получилось, что я приехала с утра в центр. Я сейчас нахожусь возле Митийских ворот. Птички. Супер! И приехала я к своей тетушке, привезла ей продукты на плов. У нас на днях намечается, как раньше говорили, плов-сейшн. Сейчас не знаю, есть такое выражение или нет. Плов-сейшн. Ну, в общем, на плов азербайджанский будет у нас тут небольшое соберон. И привезла я ей ингредиенты частично. И на долму. Есть такое замечательное азербайджанское, армянское, в общем, крафказское блюдо. Долма. И вот, с разом я до работы еще три с лишним часа. Я. И загулять. Пойдемте со мной. Ну, я беру вас с собой. Мне же одной утром гулять скучно. Пойдемте. Как мало утром машин. Настолько мало. Это бульвар. Это Нитицкий бульвар. В общем-то, достаточно шумная часть города. Но сейчас утром такая тишина, что даже слышно птичек. Мало того, что тишина, совсем нет людей. Обожаю это время в Москве. Ну, конечно, я больше люблю тогда летом, рано-рано утром. Сонно, что такое. Идешь одна по городу, шагаешь по Москве. Ну, и сейчас тоже замечательно. Погода, в принципе, хорошая. Вот. И одно удовольствие пройтись. Но, вы знаете, у меня всегда, как вы знаете, когда я иду на прогулку, которую я делю на несколько частей. Ну, так получается, что я снимаю, снимаю, снимаю. Я же не буду выкладывать два часа в одном видео. Вот. И я делю ее на несколько частей. Ой, смотрите. Новая витрина, новый магазин, что ли. Здесь остыла дизайнерская одежда. Ой, плованы. Вот какие. Муха. Ярко. Вот. И я делю на несколько частей. И всегда имеется у меня цель. Всегда имеется цель. Куда я иду, зачем я иду. И сегодня эта цель тоже есть. Изначально я собиралась с этой цели, в общем-то, начать. А потом, когда я уже выяснила, что мне нужно будет везти продукты сюда, в центр, я решила пойти в обратном порядке и к этой цели прийти. Так, когда будет автобус, непонятно. Не работает. Поэтому идем дальше пешком. Да, или автобус идет. Сейчас на автобусе поедем. Подождите, быстрее доедем. И я благодаря фросичке, фросичке Левиной, Левиной, я прошу прощения, есть такой блогер, которая снимает интересные видео. Ну, интересные для блогеров, наверное, не только для людей, но и для блогеров. Не только для зрителей, но и для блогеров. Потому что она находит такие интересные места, подкидывает такие идеи, куда можно пойти. Так, это не автобус, обознатушке. Автобуса нет. Значит, идем пешком. Вот. И она недавно выложила видео, которое заинтересовало меня. Я часто пользуюсь ее... Вот, автобус все-таки идет. Я часто пользуюсь ее идеями. Минуточку. Нету автобуса. Мы продолжаем гулять в тишине. И в темно... В тишине, да. И я часто пользуюсь ее, скажем так, идеями. И вот в этот раз тоже мне очень понравилось, как она нашла интересное место в хамовниках. Вот, знаете, я снимала в этом месте, на этой улице, буквально напротив этого дома, но я снимала одну сторону улицы и не вывернула голову, понимаете, назад. А вот так же часто бывает. Если знать, куда идти, то... Лестница. Лестница. Это институт биодиализа. Сложный. Вот. И я прошла мимо. А она вот как-то нашла. И как я не искала информацию об этом месте в интернете, ну, на данный момент, пока я ничего не нашла. Возможно, когда я буду уже озвучивать, уже искать более предметно материалы, возможно, я что-нибудь не найду, но я вот уже несколько дней до этого готовилась, искала и ничего, ничего не нашла. Вот. Ну, сейчас рано утро, раннее утро, и зайти куда-то там вот в какие-то дворы мы не можем. Всё закрыто. Зато мы сейчас уже выходим на Арбат, на Новый Арбат. Потом пойдём на утренний Старый Арбат. И так далее, так далее. Конечная цель у меня сегодня, не поверите, метро Фрунзенская. Так. Здесь жил Иван Васильевич Лепедевский. Ага, герой Советского Союза. По-моему, это лётчик, да, был? Вот. И я не знаю, хватит ли у меня времени. О, боже мой. Какая интересная штучка. Я не знаю, хватит ли у меня времени дойти до Фрунзенской. Белоусов здесь жил, в этом доме. Исследователь Арктики, герой Советского Союза. Ну, если не хватит времени, значит, тогда я закончу эту прогулку завтра, с утра. Потому что я себе уже это наметила. Виталий Соломин. Помню это даже, вот, даже без увеличения, я вижу вывес. Я это знала. Так, ну, а мы с вами выходим, подходим, точнее, к дому, где жил и умер Горголь. У Шаков здесь жил исследователь Арм. Да, дом Полярника, это, да, и как дом Арктики называется, вот этот дом, вот этот, который мы с вами сейчас проходим. Вот этот. Его надо было бы, конечно, снимать с другой стороны, с противоположной, но уже как есть. Вот. И мы с вами подходим к дому Горголя. Мне нравится этот музей, я в нем была. Сейчас в этом, вот он. Сейчас в этом доме находится музей. Здесь есть комната, в которой он умер. Так, это Фривидерской усадьбы, 18-19 век. Да, ну, здесь вот не подойдешь, но можно увидеть. Вот, в этом доме жил писатель Иван Николаевич Горголь. И вот более крупная мемориальная доска жил и умер в 1848-1852-м. Дом Горголя. Здесь находится мемориальный музей, библиотека. Это как раз тот случай, когда открыто всегда. Вот здесь можно, здесь такая проходная часть, и здесь, здесь вот ходят люди на Медлитовский переулок, и здесь открыто всегда. Вы знаете, я как-то озвучивала, одно свое видео, и вот мне осталось в памяти, что вот этот памятник, вроде как, я прошу прощения, если я ошибаюсь, что такая была история о том, памятник раньше стоял в районе Рудельского бульвара, но Сталину не нравилось, что он считал, что это очень грустный памятник, он ему как-то очень, так это на него подавляюще действовал. Он, вот, как бы, перенесли его сюда, а там поставили новый, более очевидно веселый. Здесь вот герои Горголя. Не знаю, мне этот памятник нравится. Я, конечно, абсолютно не это, не спорю, с тем, что тот тоже хороший, но, не знаю, мне кажется, очень такой, тоже, как бы, знаете, вот памятник Толстого мы тоже снимали, тоже, знаете, такой, как будто из глыбы какой-то, тоже, видите, писатель. Вот, ревизор, из ревизора явно. Вот. Ну, в 1909 году этот памятник был сделан, но вот такая у него участь. Я прошу прощения, если я ошибаюсь. Я, наверное, не имею права вводить вас в заблуждение, ну, значит, надо будет уточнить, но я не помню, где я это читала, я не знаю, смогу ли я найти эту информацию. Очень много информации на Дзене, вот, в интернете, вообще, меня многие раньше, вот, особенно писали, что, вот, вы пользуетесь Википедией, я не пользуюсь Википедией. Я пользуюсь Википедией только в очень редких случаях, когда не могу найти никакую больше информацию. Поверьте, есть очень много источников информации более интересных, которые излагают информацию более интересно, чем Википедия сухого, такими сухими фактами. Поэтому я очень крайне редко пользуюсь Википедией. Так, или городской усадьбы тоже. Вот. Ну что, с левой стороны генотеатр художественный призывно горит. Сейчас вам покажу по правилам и без Луи. Луи, Дарсель, наверное. Даррель. Луи, Даррель. Вот. Ну, а мы с вами идем. Видите, сколько я иду, автобусов нет. Я снимаю почти реально в реальном времени. Автобусов нет и нет. И мы с вами идем на Старый Арбат. А там потом уже пойдем и пойдем и пойдем. Надеюсь, я все успею. Так, давайте в переход. Прага перед нами. Ресторан Прага. Сейчас я вам перейду, потом вам потом включусь.